всем привет значит четыре дня назад я посеял вот такой препарат на агар у них там линейка три препарата по моему значит этот вот такой значит черт написано то не хочет фокусироваться максимальный рост корней вот так далее так далее то здесь состав вот какой значит 2 псевдомонады 2 триходерми и значит бациллез муциллогенозус вот значит титр сами видите какой титр небольшой то есть если обычно в бак препаратах титр измеряется 10 в девятой степени там 10 10 10 8 минимум то здесь как бы миллионами да то есть 10 6 максимум там 10 7 вот сам препарат представляет из себя прозрачную жидкость то есть ну по сути дела как вода вот значит я его как бы не ну не просто купил с как бы обнаружил купил то есть мне знакомый написал что вот он такой препарат сел и выделил оттуда все что там заявлено единственная концентрация небольшая я решил тоже для себя его купить и посмотреть что там есть значит так агар здесь селективный для выделения псевдомонад то есть псевдомонады они не угнетаются нитрофуранами то есть самый обычный фурцелин он угнетает большинство бактерий псевдомонады на нем хорошо растут поэтому если нам нужно выделить псевдомонады мы в агар добавляем ну фурацелин например я добавлял вот такой вот единственное как бы ну купил у купил как бы да то есть фурацелин фурацелин 10 таблеток когда домой пришел, обнаружил шипучие. Соответственно, шипучие они за счет чего? За счет того, что там гидрокарбонаты и карбонаты натрия и винная кислота. Вот. То есть, одна таблетка на 100 миллилитров воды по инструкциям. Я гар делаю вот в таких вот из-под системы флакончиках по 400 миллилитров. Соответственно, добавил я туда 4 эти таблетки. Все, они шипели. Решил на всякий случай проверить. PH оказался выше 9. То есть, резко улетело в щелочную среду, поэтому пришлось сюда еще добавлять лимонную кислоту. Тетровать потихонечку. То есть, здесь сейчас PH в пределах 6. Единственное, что сколько я туда лимонной кислоты насыпал, я не смотрел. Потому что потихонечку добавлял, мерил PH постоянно. Ну, где-то, наверное, вот на этот объем, на 400 миллилитров, грамма 2 лимонной кислоты у меня ушло. Значит, ну и дальше сеял, как вот обычно, как я уже показывал, сеем, да. То есть, так как препарат жидкий, то есть, первую чашку Петри я просто капнул две капельки вот этого раствора и размазал. Соответственно, потом перенес на вторую, на третью. И одна чашка с контролем. В контроль я посеял сеную палочку. Посмотреть, ну, будет ли она здесь угнетаться. То есть, сеная палочка здесь не выросла за четверо суток. То есть, агар полностью свободный. Значит, что мы видим на первой чашке Петри? То есть, видно рост грибов каких-то. Вообще, по характеру роста они не очень похожи на триходерму. Но я, естественно, их оставлю, еще посмотрю. И видно вот эти вот стезистые колонии. Причем, их, судя по всему, два вида. То есть, одни такие покрупнее, другие помельче. То есть, это вот, учитывая то, что это среда, на этой среде, ну, растут псевдомонады и некоторые другие бактерии. Ну, как бы их ожидать в этом препарате, в общем-то, не стоит. Вот. А все остальные угнетаются. То вот эти вот колонии это псевдомонады. С высокой долей вероятности у меня тест на оксидазу испортился. Вот. Поэтому проверить мне тут никак. Вот. Будем считать, что это псевдомонада. Значит, на второй чашечке вот две колонии такие же грибные, как на первой. И плюс вот сейчас попробую вывести. Вот здесь вот еще видно вот тут вот, что тоже гриб растет, но по структурам мицелия совсем другая. То есть, вот так вот обычно как раз триходермой растет. Вот. Посмотрим. Скорее всего, тут заявлены два штамма. Ну, триходерма верит, триходерма харциан. Вполне возможно, что если вот это вот окажется триходермой, что две триходермы здесь и есть. Ну, также видно слизистой колонии. Опять же, есть такие вот покрупнее и есть мелкие совсем. Значит, и на третьей чашке Петри она практически пустая. Здесь, по-моему, три колонии я всего наглядел. Или две, или даже. Вот они тут вот. Видно, такие небольшого размера. будут расти. Дальше. Эту чашку Петри оставлю. Значит, я сейчас сделал снова агар. Единственное, агар я уже сделал вот с фуруцелином и с фунгицидом, пимофуцином вот этим таблетки. Вот. Чтобы уже здесь чисто бактерии росли. Вот сейчас залью новые чашечки и, соответственно, пересею вот эти вот колонии бактериальные. А грибные пока оставлю. Посмотрю, что из них вырастет. То есть, пересевать их пока не буду. Получается, что пока предварительно. Потом я еще видео вставлю. Через несколько дней посмотреть, что здесь за трихотерма. Вот. То есть, в препарате заявленные культуры судя по всему есть. Значит, ну, первое, которое вот это вот бациллез, муциллогенозус. Она мне, в принципе, не нужна. Они отдельно продаются. Ну, то есть, я ее как бы отсюда выделять и не буду. А вот псевдомонады выделю. Вот, путида и еще тут по латыни сами читайте. Попробую все-таки разделить. Если получится оба штамма выделить хорошо. Если нет, ну, хотя бы один будет. Вот. Единственная концентрация, да, здесь маленькая. То есть, я, если честно, вот этот бороствор использовал нативный. То есть, не разводил. Потому что та концентрация, которая здесь указана, она, ну, в общем-то, не подразумевает разведение-то на самом деле. Вот. Поэтому препарат получается, если вот его использовать вот именно целиком, он дорогой. Вот. Я на озоне брал. вот что получилось отсев. То есть, отсев вот этих вот колоний бактерий пять суток назад. Взял с большой колонии с маленькой. Но здесь, как бы, не понять на самом деле какой из этих видов. Или он один, или несколько. Но в любом случае это псевдомонада. Вот. То есть, какая? Вопрос остается открытый из этих двух. Я еще потом попробую на хромогенной среде отдельно вырастить. Может быть, там будет по разным окраскам. Удастся их отдифференцировать друг от друга. Вот. Значит. И то, что вот я оставил вот эти вот грибные препараты. Значит, первую чашку Петри они полностью заполонили. Те, про которые вот я говорил, которые не очень похожи на триходерму. Я ее... Она также на триходерму в общем-то не очень не похожа до сих пор. Вот. И это не триходерма, потому что. Вот. А вот этот вот второй гриб. Вот он так вот на этой среде расплацтанно растет. Это триходерма. Вот. Ну и вот этот вот. Я его, кстати, взял промикроскопировал. Вставлю потом фото. Там подолговатые колонии. Некоторые из них с такими перегородочками вообще чем-то напоминают фузариум на самом деле. Вот. Но надеюсь, что это все-таки не он, потому что как бы как он туда попал. Вот. Ну, в любом случае, это какая-то грязь. Фузариум это или нет. Я не берусь со стопроцентной уверенностью говорить. поэтому не знаю, что это. В общем, вот так. Ну и, соответственно, с вот этими препаратами можно уже делать все, что угодно. Можно их так вот хранить, в холодильнику брать. Можно здесь сделать смыв и использовать их, например, для полива воды. Ой, рассады там, например, в землю добавлять. Либо можно сделать смыв и нарастить уже на мешалке. Дальше. Вот. Вот так вот выглядит микроскопия. Спор. То есть, маленькие точечки это псевдомонады, темненькие. Вот это споры. То есть, у фузариума они выглядят, скажем так, могут быть похожи. Вот. Поэтому, может быть, это и фузариум, но может кто-то в комментариях напишет свои представления видения этой картины. Значит, ну и, значит, по поводу самого препарата, резюмируя заявленную культуру, я его покупал, в общем-то, из-за псевдомонад, чтобы посмотреть, выделить оттуда псевдомонады. Псевдомонады выделяются, единственное, дифференцировать их пока не представляется возможным. Мой знакомый оттуда выделил и триходерму, и вот эту бацилюс, как она там, уцелегенозом. Вот. Я ее не выделял. Триходерму он также выделил, так же, как и я, только один тип. Вот. То есть, ну и по поводу использования самого препарата вот по этой вот инструкции. Я считаю, что это неэффективно. концентрация здесь крайне маленькая, она и заявлена маленькая, и на момент посева она еще меньше. Вот. И вот разводить это еще там в 500 раз, мне кажется, абсолютно будет бессмысленная гомеопатическая дозировка. Вот. То есть, если его использовать, то использовать вот в том виде, в котором он есть. Либо выделять оттуда культуру, и ее наращивать, и уже использовать. Ну, каждый сам пусть для себя определяет, как ему удобнее. Ну, и на этом, в общем-то, по этому препарату все. Всем пока!